ИАКОВ БОРЕТСЯ С БОГОМ Иаков борется с Богом. Книга Бытие, 32 глава, с 21 по 32 стих. И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стаде. И встал ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок в Брод. И, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, Отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, Как имя твое? Он сказал, Яков. И сказал, Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, Скажи имя твое. И он сказал, На что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что, боровшийся, коснулся жилы на составе бедра Иакова. Размышления, часть первая. Иаков, оставшись в одиночестве. Книга Бытье, 32 глава, с 21 по 28 стих. Одно из самых известных мест Библии – описание поединка Иакова с Богом, который станет переломным моментом его жизни. Обратите внимание, что Иаков послал вперед семью и имущество, сам же остался один, без всяких подпорок, на которые он мог бы опереться. Здесь мы видим игру слов. Одно из значений имени Иаков связано с глаголом «бороться», потому что они с братом боролись еще в утробе матери, когда в стихе 24 говорится «И боролся с ним некто до появления зари». Это напрямую перекликается с именем Иаков. После этой встречи Иакову будет дано новое имя – Израиль, одно из значений которого – «бороться с Богом». Этой сменой имени завершаются его годы борьбы со всеми остальными. Всю свою жизнь Иаков хитрил, обманывал и всеми силами пытался заполучить благословение. Теперь он понимает, что истинное благословение исходит только от Бога. «Случалось ли вам бороться в молитве?» В молитвенной жизни мы слишком легко отвлекаемся на постороннее, слишком быстро сдаемся, нам не хватает терпения ждать. Боритесь за свое сердце. Настоящая битва происходит на коленях. Размышления, часть 2. «Как имя твое?» Книга Бытье, 32 глава, 29 по 32 стих. Противник Иакова делает две для него нехарактерные вещи. Во-первых, он позволяет Иакову бороться с собой. Во-вторых, спрашивает, как его зовут. Другими словами, всемогущий и всеведущий Бог низводит себя до уровня человека. На самом деле, Богу достаточно лишь слегка коснуться бедра Иакова, чтобы вывести его из строя. Это похоже на то, как взрослые борются с маленькими детьми. Конечно, большой взрослый без труда победил бы маленького соперника, но позволяет ему застязаться с ним. К тому же, Бог прекрасно знает, кто такой Иаков. Зачем же он спрашивает, как его зовут, чтобы, назвав себя Яков, то есть обманщик, хорошо понял, кто он такой. Иногда на это уходит целая ночь, иногда месяцы и годы. Однако нужно проявлять настойчивость, не сдаваться и не опускать рук. Учитесь жаждать Бога всем сердцем. Иаков не хочет отпускать соперника, даже получив травму. Это показатель его решительного настроя. Он намерен получить благословение во что бы то ни стало. Молитва. Господь, дай мне терпение, чтобы не опускать рук. Духовный рост и преображение кажется таким трудным делом, и я слишком легко сдаюсь. Спасибо за то, что ты терпелив со мной. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь.